Ну что, все-таки в Альянс начинают в атаке. Я забыл, что подножовщины-то нет, у нас своя карта и сторона соперника, и в обратную сторону действует. Матч из альф. Ну что же, матч начинается. Ну и давайте с вами смотреть уже заувлекательным контр-страйком на второй карте. Ну и поехали. Что придумают в атаке команда в Альянс, что в обороне придумают Виндиго. Ну и здесь сразу же два игрока, это Эсперанто и Отто, идут под АЗБ, занимая верхнюю темку. Ну и пока что один напорник на базе Б. Ну и у нас есть первый минус уже от Пойзона. Нашел он его на длине. Ну и Пойзон будет дальше контролить выход на мид вместе с блокером. А здесь Отто как раз-таки неподалеку. И, ребятки, еще раз попрошу вас дать обратный фидбэк, как слышно, как картинка. Так, они готовятся врыв под флешку. Так, Пойзон вместе с блокером будут принимать сейчас вдвоем. Блокера не ждут здесь от слова совсем. Ну и... Уф! Уф! Как больно! Ну и Некс остается вместе с Хантером вдвоем. Ну, шансы так или иначе остаются в любом случае. Ну вот пока не попадает. Вообще не попадает Некса. Ну и вот, наконец-таки, закрывает одного из своих оппонентов. Блокер понимает, что стреляться дальше и пикаться нет никакого смысла. Хантер дропается с Зиги. И бомба идет под КТ-респаун. Ну что, Юс убирает Хантер. Ну и попробует поставить бомбу под А. Но там есть на машине игрок. Это Бабл. И плюс ко всему в Яме еще. Это Виктор. Так что вот эти два игрока могут не дать поставить бомбу. По крайней мере, Бабл. Если не находит минус, тогда уже будет труднее. То есть, так или иначе, имея преимущество 4 в 2, ты не имеешь права сейчас погибать. Все, просто должен дальше стягиваться и пикать уже вместе с Виктором. Хотя бы, чтобы было один в один. Но бомбу ставит Хантер. Отходит на Зигу Некса. Под флешечку. Нет, это все-таки дым. Ну и будет ждать там дальше. Некса своих соперников. Ну а здесь Хантер уже чекает выход ланга. Ой, получает панч по голове. Некса еще флешку накидывает. Ой, Некса. Хороший минус. Но размена все-таки есть. И Хантер остается у нас один. Хороший фраг. Но дальше Блокер закрывает счет этим фрагом в этом раунде. 1-0 пистолетка за Виндига Гейминг. И вот, вот, вот оно. Вот оно. Пришло оттуда, откуда не ждали. Начинает на пике соперника снова со взятой пистолетки. И Виндига пока что ведут 3-0 по пистолеткам из трех. Соответственно. Будет еще четвертая на второй половине. А быть может еще их мы 6 увидим, если будет третья карта. Но до нее надо еще дойти. Что, снова 3 опорника. Длиной. Виктор, Пойзон и Баббл. Баббл с Виктором, конечно, вообще не разлей вода. Там еще и как раз-таки новые игроки пришли в состав. Так вообще, жарят, жарят словно раков. Ну, пока Валайз действительно должного отпора, по крайней мере, на первой карте еще не дали. Ну и чекает поджим Некса. Пропустили все-таки в банку Виктора. И Виктор, я думаю, на позднем тайминге будет выходить. Но здесь под Б интересная тоже ситуация на самом деле. Вот так вот у нас ситуация здесь обстоит. Шипс в кармане. И его пока что никто не чекает. Здесь также и Эсперанто попробует постреляться с медом. Но Эсперанто лишь пока что байтит. Ну, а Шипс по-прежнему непоколебим в своей позиционке. Ну и бомба, бомба, бомба. Пока что просто под медом в нижней Т-шке. Посмотрим, что это будет. Шипс будет принимать, опять же, на своей позиции. Никуда она отсюда не уходит. Не отрекается от нее. Ну, потому что есть блокер. По команде, которую как раз-таки Шипс и будет работать. Ну, а здесь готовы. Готовы в Alliance идти в свой первый такой сэми-оружейный раунд. И блокер должен вместе с Шипсом здесь, конечно, решать эту ситуацию. Шипс первый минус находит. Но и здесь Шипс должен выходить. Хорошо. Но, правда, два минуса в ответ есть от команды в Alliance. Вот это неплохо. Хантер должен смещаться очень быстро под базу B. А там Виктор. А Виктор-то на перехвате. А Виктор-то на перехвате. А все-таки остается Хантер у нас. А Бабл его ждет. А Бабл-то его ждет. Но еще один в спине есть. Это вот этот вот товарищ Пойзон. И Пойзон только сейчас начинает стягиваться. Китов нет. Вот в чем проблема. Так. А здесь уже под базу B погибает Асперанто. Но Виктор должен выходить вместе с своим тиммейтом на размен. Виктор находит еще один минус. Да ладно. Остается только Хантер. И это раунд номер два для команды Виндиго. Серьезно. Вот это, конечно, там не дали кавер с B-планта. Виктору я, к сожалению, не помню, кто там был второй опорник на B. Но вот он именно должен был смотреть выход с темки. Потому что мидл контроль. Да. Сделаем микро погромче. Я могу вот так, только себе немножко пододвинуть. Главное не заниматься АСМР. Вот. А то я сегодня послушал Кристалл. Там прям реально такой АСМР, АСМР. Самое полное свое проявление. Смотрите, еще один бай. Ну да, две бомбы вылова у команды Валайонса. И, соответственно, будем стараться. Эту бомбу реализовывать. От Виктора снова первый минус. Разменяется там Nexa. Да, разменялся, но погибает, опять же, от Позин. Это 3 в 4. Шипся, если на миду делают хотя бы один фракт, то это уже минимум выигрышная ситуация. О, да, 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 да. Это два минуса. Два минуса в исполнении игрок команды Виндига. Это 3-0. Денег на следующий раунд у команды в Alliance нету. И, соответственно, это 4-0 практически перманентно. Это будет жестко. Тебе удобен интерфейс для комментирования? Да? А что, нет? Просто, знаешь, это дело времени. Как и в любом ремесле. Просто надо привыкнуть. Уху-ху-ху-ху. Все, не надо, так понял. Sorry, sorry. Чуть-чуть подальше от этого. Ну и все-таки Позин еще один минус делает для своей команды. Это два минуса от него, два от Шипза и один от Виктора. 3-0. Это полные пистолетки. Sorry за минус уши. Ну и опять же, тактикал пауза в исполнении команды Валайнс. Понятное дело, почему. Игра абсолютно уходит из-под ног. Тем более, что Виндига играет в обороне. А, как многие из вас знают, среди тир-1-2 команд сейчас атака на Ддаст втором. Это самая сильная страна. Ну, из двух возможных. То есть, действительно, играя в грамотном атаке, ты шансов можешь вообще не оставить. Ты можешь довольно легко закрывать там 11-4, 11-4-10-5, 13-2. Ну и больше, соответственно, тоже может быть. И, учитывая то, как начинается эта карта для команды Валайнс, на своем же пике команда Виндига должна понимать лишь одно. Все идет действительно очень классно, но расслабляться никогда не надо. Это уж точно. Шипит чуть-чуть подвиньтесь. Все. Ну, я тогда вот так-то его верну. Так, по идее, не должно. Ну что, тактикал пауза для команды Валайнс. Как она прошла, это опять же, скорее всего, 4-0. Но обратите внимание, есть закуп. Ой-ой-ой-ой. Есть закуп, причем, довольно неплохой, в плане пистолетов. Пистолеты, конечно же, в таких ситуациях могут решать. Но вот эти два молодых человека, блокеры Шипс, должны, на самом деле, шансов не оставлять при выходе из темки. То есть, чешка, она, опять же, хороша, более в упоре, но на средней дистанции еще более-менее, но никак не на дальней. Ну и здесь уже готовится выход на мидл. Более того, он уже есть. У-ля-ля-ля-ля-ля. Ну здесь вот этот молодой человек должен будет прикрывать выход на мидл. Смоки есть, да, есть один смок и выход под базу B. Но там Шипс контролит выход на ворота. Потемки тоже имеется информация. Ой, под флешку-то врывается. Первый минус. За кем будет? За командой мидл. Неплохо, там еще борется товарищ Блокер, но там у него с верхней тэшки выходит Отто. И Отто должен, конечно же, погибать. Так оно и есть. Так оно и есть. Остается последний игрок команды. Это летний, он же, интел. И все-таки 4-0. Так оно и есть. Оружейный раунд в исполнении команды в Alliance. Быть может, Nexo приобретет АВП. Да, так оно и есть. И попытается на первом тайминге вместе с Отто порешать кого-нибудь на миду. Да, мы видим, Отто идет 0-0-4. Откровенно говоря, на Инферну у него не залетало. Так что надо собираться. Ну и напомню, что трансляция проходит при поддержке партнера MyBestContent.ru. Это новый сервис, который собирает все интересные подписки в одном месте, чтобы вы могли быстро и удобно выбрать для себя лучший контент по адекватным ценам. Так что, ребята, дерзайте. Дерзайте. Ну а в это время у нас Nexo ждет поджим. Ждет поджим. Как раз таки с банки. Ну и уже мы видели, как Виктор занимает банку. Как дальше его старались не выпускать оттуда. Но Виктор все равно находил пути. И делал это. Ну и контроль меда в исполнении команды в Alliance. Пытаются они заспотать хоть кого-либо. Пока что у них не особо это получается. Здесь на три игрока придется выйти в команде в Alliance в случае выхода на базу B. Это прям проблема-проблема. Кто первый винт? Виндига 16-9 на Инферно. Да. Что же, под зигу тоже вроде как готовится выход. Но здесь поизон с авиком. Так, бабл. Ой, Виктор, прошу прощения. Возвращаемся к поизону. Ну и бомба. Перетягивается дальше, вглубь меда. Заход через нижнюю точку. А там три опорника. Ух. Ух. Интересно. Интересно, что сейчас все-таки придумает в Alliance. Будет ли это окончательно сплит на базу B. Вроде как, да. Ой, хаешка хорошая. Отшипся залетает. Но здесь уже пора принимать и окна, и двери, и все, что только можно. От бабла есть минус. Размена отшипса также есть. Ну и пока что это беспрецедентная борьба под базой B от команды в Alliance. Ну и вот все-таки, да. Еще один минус имеется. По Отто также информация была. Но Отто будет дальше идти, потому что базу B-бомба лежит. А здесь как раз-таки в спину к нему будет товарищ. Шипс. Это 5-0. Это 5-0. Да. Что-то прямо у Валлайнс вообще ничего не идет, не залетает. Виндиго прям какой-то камень преткновения для этих парней. И с этим нужно что-то делать. 5 деглов. 5 деглов и куда? Попытаться занимать по первому таймингу длину, но такой себе. Тем более, что зонит опять же моликом команды Виндиго. Хэллоуин, ну зачем же так? Зачем же так жестко? Не надо так сказать. От блокера есть первый минус, но по Отто. Диггл пока что себя никак не может найти на карте. Ну, быть может, от Аспиранта мы увидим какой-то красивый момент. Но опять же понимаем, что при выходе на базу А, там есть вот этот молодой человек, который Савик вероятнее всего не допустит. А там флешки-то просто даже нету банального Аспиранта. В этом-то вся проблема. Ну, бомба с нижней тачки перетягивается под миддл. Опять же, скорее всего, через шорт попробуют отыграть. А вот здесь на длине товарища Некса. В упоре как раз-таки с дегловом можно придумать. И придумал неплохой минус по баблу. Ну и вот теперь как раз-таки поездом должен принимать выход. Он слышал. Слышал по второй стороне. Ну и с пистолета, то надо решать. А там уже Аспиранта выходит в Аплэд. Отлично. Отлично. Вот такой вот раунд практически забирает команда в Альянс. Но практически еще не работает. И Некса подбирает Авик. Есть информация. И вот такой вот раунд все-таки в Альянс забирает. Пять деглов. Зарешаем. Опять же, если бы не погибал Виктор на банке, то там опять же выход под Аплэд был бы обречен. И еще одна тактикал пауза на счете 5-1. Что придумать команде в Альянс в этом раунде? Потому что опять же, все еще очень неоднозначно. Раунд с деглами это конечно очень хорошо, но это крайне нестабильно. Привет Юван. Привет Зероти. Привет, привет. Привет ребята, кто только что приценился. Всем здравствуйте. С вами Громушки. Герман Громов. И это вторая карта в рамках. Этого противостояния Виндигом и Валайнс. Пока что 1-0 по карту Виндига впереди после Инферно 16-9. Ну и на втором дасте мы с вами видим действительно, что Виндига очень неплохий пока в обороне. Но денег, да, опять за счет того, что и смерти были не так много. Такой экспериментальный бай. Но если и его закроет Виндига, тогда прям ну супер лютое неприятная ситуация у команды Валайнс будет по набору раундов. Ну и здесь пока что здесь напорник и от Пойзона из первой минус по Nexa. Отдевает как раз таки под пальмой. Эсперанто подберет скорее всего АВП или же нет? Под Пойзона снова будет выход. Но Пойзон контролит. Там Шипс еще и банк поражал. Ну почему сейчас-то они ее не смотрели? Интел. Тут работа по Пойзону, но есть промок. Под флешечку еще разок скорее всего пикнет. Нет, все-таки проходит на шорт. Ну а там пока что только Виктор. А Плэнт отпускает команду Виндига в надежде играть ретейк. Но для ретейка надо на самом деле еще даже и там по шорту уже Интел проходит. И Пойзон под сети респаун. Ну что, есть информация уже по базе Б. По базе А, прошу прощения. Тут зашли втроем команда Валайнс. Ну вот главное здесь в упор совсем не подпустить игроков команды Виндига. Здесь вдвоем черешок. Ой-ой-ой, Баббл погибает. Смоку от Пойзона есть размена. Там будет попытка приема Зиги. Есть первый минус, второй минус от Хантера. Отличный прием. Здесь еще и Виктор. Виктор, двоих закрывает дядя Витя. Вот это жестко. Гля какой, а? Вот это Виктор. А вот его не ждали. Не ждали, что втроем черешок пойдут. И вот, пожалуйста, такой момент. 6-1 Виндига. Просто с безобразнейшим баем берет раунд у команды Валайнс. Валайнс деньги есть. Валайнс деньги есть. Да еще и на следующий раунд быть может у кого-то хватит. Но это как минимум оружейный еще один в случае поражения. И еще и пистолет какие-то условные могут быть. Компьютер на уровне, но иногда не хватает слов. Молчание будет. Спасибо большое за фидбэк. Молчание ввиду того, что я еще должен летать по карте, думать, где будет экшен. Все-таки это немножко неудобно. Мне всегда есть что сказать. В этом плане за словом карман не полезу. То есть иногда, как по мне, должна быть тишина. Как, например, в этом моменте отблокер отличный. Минус 2 есть на приемке B. Но Эсперанто с Хантером снова по размену. Есть огромные проблемы по Хеллсбару у Хантера и Эсперанто. Ну и Баббл. Баббл, Баббл, Баббл. Баббл, Габбл. Ну, не полезет в дымы, конечно же. Ждать нужно, пока придет Виктор. Ждать пока придет Пойзон и Эсперанто. Будучи крайне битом полез вот на такую амбразуру, где Баббл проиграл эту дуэль. Ну что же, Пойзон и Виктор. Понимаю, что на следующий раунд денег нет. Нужно идти стараться на ретейк, а здесь Отто. А Отто страдает понемногу по ХП. Врыв. Будет от Пойзона на окно. Виктор находит минус. И все-таки Эсперанто находит еще не фраг. Но это сейв. Это должен быть сейв от товарища Виктора. И это 6-2. Ну вот как-то опять же, да. Казалось бы, все хорошо в начале раунда у команды Виндига. Два минуса вступительных, потом два размена. Вот это, конечно, небольшой минус Фомаса. Да, 25 патронов. Это, конечно, такое дело. Ну 6-2. Еще одна пауза. Третья уже за 8 раундов. Так вот, о молчании. Все-таки, как мне кажется, молчание, оно... Иногда все-таки должно присутствовать, чтобы зритель мог оценить для себя какой-то момент. То есть, комментатор хорошо, он, в принципе, направляет как-то до зрителя. А иногда можно дать попробовать не то, чтобы подумать, а самим просуждать зрителю, как все-таки вот он бы в этом моменте поступил. Какие могут быть расклады по ситуации. То есть, молчание, как мне кажется, это все-таки неотъемлемый стиль какого-либо комментатора. Ну, в принципе, у всех такая тема есть, на самом деле. Когда ты в паре работаешь, понятное дело, не будет никакого молчания, потому что один постоянно говорит, второй потом, так скажем, заменяет. Ну и что же. Вот такой экспериментальный бай снова от команды Виндига в попытке не допустить балайнс к себе в упор по раундам. А здесь блокер. Ну, вот понятное дело, что соблазн велик все-таки с чешкой пройти, пропушить верхнюю тэшку. Но он прекрасно понимает. А вот этого молодого человека просто упустили из виду. И здесь, товарищ, вот его совсем не ждет. Есть минус Атота, на банке еще есть Интел. Но вот если Интел разменяется по Виктору, тогда будет очень даже неплохо. Но Виктор очень хорошо сейчас сейвится. И должны возвращаться игроки команды Валайнс на Т-респаун, чтобы Виктор это как раз-таки вместе перестрелять. Виктор выходит, еще один хэдшот ставят. Ну, и здесь его контролят. Нексо еще получает. Нексо еще и погибает. Виктор минус три. Как вам такое, дорогие друзья? Вот как? Вот как вот этого Виктора контролить? Это минус четыре Витя. Хо-хоу. Это жестко. Это Витя. Дядя Витя не прощает. Вот он опыт. Вот он опыт во всей своей красе. Дела деловые. Эсперанто погибает. Это размены пять в одного. Всего лишь один девайс потеряли. И то Виктор реализовал четыре фрага. Так что вообще эта смерть была не то чтобы обидной. Одна была во благо. Плос четырех минусов. Слэм это тоже армянское радио. По сравнению с тобой. Ну, нет. Нет, нет, нет. Ты видишь слэма постоянно с кем-то в паре. То есть, когда ты в паре, ты так или иначе понимаешь, что ты не имеешь права молчать. То есть, один говорит, второй подхватывает потом. Каждому есть что сказать. Слэм никогда не комменит соло. Априори. Я знаю Игоря уже лет семь или восемь лично. Так что, зная слэма, он не сарафанное радио в этом плане. И плюс ко всему он не обсервит. Как я сейчас в данный момент. То есть, было бы немножко проще, если бы я не сидел на обсе. А в это время готовится выход на шорт в исполнении команды Alliance. Ну и Poison, как всегда, своим сигнаторным МВП будет принимать выход на эту Зигу. Но он пока что здесь один. Да, есть Bubble. Bubble пока что на сети. Но он моментально ухлопу не даст. Хороший ран, бурст в исполнении команды Alliance. Пустолетовый врыв. От Poison есть первый минус. Тайдер жмец по Hunter еще и Poison. Bubble минус два. Также при заходе на шорт это минус четыре. Ну и товарищ Некса в гордом одиночестве. В этом раунде уже не помеха команде Vindigo Gaming. Хотя по блогеру поработал довольно неплохо. Но вот а дальше Аймпанч и Виктор находит еще один минус. Это восемь, два в исполнении Vindigo Gaming. Вот оно хорошо. Жестко. Жестко. Ну и первую половину уже забрали Vindigo. А еще пять раундов впереди. Проигрывая этот раунд в Alliance деньги будут как-никак. Все-таки огромный, огромное количество раундов теряли. Соответственно, когда он капает, а здесь Виктор, ну снова зажимает. Он просто, ну кто-то, заберите его. Дядя Витя не дает продохнуть команде Vindigo Alliance. Что же это такое? Просто без регистрации смс в любом эфире. Это минус четыре. Размин лишь на одного Poison. Hunter остается один с Galil. И этот Galil вряд ли принесет положительные ноты. Команда V Alliance в раунд уже под номером 11. Бомба лежит на длине, поэтому Hunter в любом случае приходит. Bubble получает по голове, но дядя Витя решает исход очередной. В пользу себя и своей команды. Это девять, два в Alliance на своем пике. Летят пока что как фанера. Над командой Vindigo. Дела деловые, товарищи. Виндига просто какие-то, я не знаю, бестяры, бесты. Церберы, берсерки. Называйте их как хотите. Ну и пистолетный раунд исполнения команды V Alliance. Это уже, скорее всего, 10-2. Ну давайте смотреть. Ну и Виктор опять же, ну и Виктор поймал кураш. Понятное дело, что уже этот кураш отпускает весной. Снова первым минусом за этим парнем. Два минуса, но размен есть от Hunter. Да, но Hunter при этом при всем остается очень битым. Подберут они, конечно же, для себя один девайс. Но там уже два опорника на базе. Это Bubble и Poison. Poison закрывает одного. Знает, что Hunter еще там же. Минус два от Poison. И летний, или же Intel. Кому как удобно. Остается один с Глаком без единой капли армора. Подберет Дигл. Понятное дело, может быть, какой-то шот по голове залетит команде Виндига хотя бы одному. А может быть и двум. Но опять же, исход на раунд это толком не поменяет. Потому что там бомбы есть. Но все-таки Bubble не прощает. Это 10-2 в исполнении Виндига гейминг. И три раунда до конца. Очередная тактикал пауза за командой Valions. Просто все валится из рук. Земля уходит из-под ног. Valions и ко. Что с вами? Что с вами? Что с вами? Не понимаю, почему кэф на Виндига был 2.5. Тоже считаемо, что Виндига заберут. Честно говоря, не скажу, что настолько читаемо. В Alliance очень хорошо были в последних матчах. Они там всех выносили. И тех же... Скажи, я скажу. NBK команду. В общем. Vitality. Вот. И слово опять же из головы вышло. То есть, причем действительно, и LDLC, и Vitality отлетали просто по щелчку пальцев 2-0 от команды Valions. И Valions были явными фаворитами перед началом этого матча. Поэтому говорить, что постфактумы Виндига были определенно лучшими фаворитами здесь 2-0, ну такое. Тем более, когда решается путевка в выход на майнер. То есть, ну такое. Ну что, оружейный. В исполнении команды Valions. Давайте посмотрим, что, в принципе, АВП попробую сейчас сделать. АВП, на самом деле, вам много без работы остается. Ну и что у нас по счету? Отто. Отто 2-12. 3-11. Боже, как же все плохо. Ну и дядя Витя. 17-5-3 с половиной кедан. 3-5-3-2. 3-25. Просто шикарный контрстрайк. По исполнению команды Виндига сплошное удовольствие. Ну а вот команда Valions определенно есть над чем работать уже. Да и на этой карте и уже после нее. Даже если они каким-то чудом ее камбэкнут, то все равно. Фиксить свой спектр ошибок будут как минимум до следующей недели. Потому что этих ошибок было огромное множество. В первую очередь отсутствует какой-либо моментальный размен. Идти one by one это вообще не на руку команде Valions. В любой ситуации. Не Valions, а Valions. Hunter. Минус по поезду есть. Ну вот врыв на базу А состоялся. Вопрос в том, как теперь будут ретейкать команда Виндига. А хотя, кстати, подожди. Run away. Valions. Точно. Точно. Valions. Признаю свою ошибку. Ты молодец. Спасибо, что поправил. Ты прав. Ну что, пока у нас ретейк. Три в два. А пока что он в пользу команды Valions. Все уже. Valions пока говорил эти полтора матча, что это Valions. Уже привык. Да, это Valions. Ребят. Мой косяк, признаю. Ну и шипс. Остается один. И ничего здесь не придумал. 10-3. Но так или иначе. Виндига в обороне уже 10 взяли. А еще два раунда впереди. Кто знает. Может быть там будет условный 11-4 или 12-3. Да даже 10-5, если останется Виндига, я думаю, довольно собой. На пике соперника в обороне. Но вот вопрос в том, какая атака у команды Виндига. Опять же, вот, кстати, вот такой вот момент есть. Да, вот, допустим, зрители во многом предлагают. Да, вот говорят, что, допустим, там не Intel, а летний. И многие там говорят, что они и так лучше знают и так далее. Всем люди, все ошибаются. И главное, уметь признать свои ошибки, как по мне. И дальше их просто пофиксить, чтобы потом этого не повторялось. Поэтому спасибо. Спасибо, ребят, что вы есть. И спасибо, что вы так внимательно смотрите и даете поправки, чтобы комментаторам потом дальше проще жилось. Все-таки ремесло тоже довольно нелегкое. Ну что же, врыв по базу B от команды Виндига. Моментально остановлен одним лишь моликом от команды Виндига. Ну и блокер пока что здесь будет, я думаю, долго халдить, потому что сейчас еще и смог ляжет. Так что у блокера проблем ближайшие, я думаю, секунд 20 точно. Кто-то комментатор нанимает, ару, зачем ты кричишь? Не надо кричать и орать тоже. Атака сильнее всегда. Так я тебе про это и говорю. Я говорю про то, что какая атака у команды Виндига, то есть какова она, то есть удобно им играть или нет. То есть ты же даже не слушай. Я бы сказал так, кто этого зрителя нанял? Вот опять же, ладно, потом поговорим в пауле. От Пойзона есть еще размен по летней? Или же Интелу? Ну и бомба будет заниматься. Точнее бомба будет подбираться и попробует ли Виндигу выйти игроки команды. Ну и здесь Пойзон. Работает по-первыху неплохо, по-второму отлично. Ну и все, а в упоре никого нет. В упоре никого нет, потому что Next один остается, а на следующий раунд, ну, деньги вроде какие-никакие есть. В любом случае это будет бай до конца, потому что это будет последний раунд первой половины. Ну что? Последний раунд первой половины, у Виндигу уже 11. Но как же классно они проводят этот матч. Просто богоподобно. Ну и команда Вэльянс, к сожалению, для себя в атаке ничего толком не показала. Ну разве что остается надеяться только на вторую половину, что в обороне заберут пистолет, там поймают какой-то сумасшедший стрик. Но вот Шибзу погибать ни в коем случае здесь нельзя. Да, у него есть еще один лёркер, это Баббл, который поможет в случае чего. Ну что же, пока врыв под базу Б довольно неплохо состоялся у команды Вэльянс. Ну, правда, если дядя Витя потом не зачекает, будет очень плохо. Ну и вот-то вместе с Аспирантой уже у нас готовы выходить. Ну а там Баббл. Баббл будет принимать, но Баббла пока что не читают, должны его разменивать в любом случае. Баббл хороший минус, но и Аспиранто находит свой единственный фраг. Это 12-3, уважаемые зрители. Команда Виндига просто в порошок стирает Вэльянсов. И выигрывая пистолетку, по сути, идут на прямую финишную черту. С целью победить в этом матче и сделать 2-0. Причем на своем пике более чем уверенно Виндига отыграли 16-9. Так и на пике соперника идут еще пуще, чем на своем. Это что-то с чем. Да, вот теперь Вэльянс нужно вот эту вот паузу прям реализовать в полной мере. Понимая, что выигрывать надо пистолетку в любом случае, иначе шансы Виндига могут просто-напросто не оставить. Ребята, вот у меня к вам вопрос. Вы серьезно верите в 3-2-2 именно в таких матчах, когда у тебя решается слот на минор. Что, пистолс Виндига? Не спойлера? Ну слушай, я с тобой, наверное, даже соглашусь, потому что 3 из 3 пистолеток Виндига забрали, 2 на 1, 1 на 1, дастя. То есть, ну окей, даже если одну пистолетку заберут в Вэльянс, это 75% выигранных пистолеток в рамках этого противостояния, то очень много. Они в тильте уже? Ну, я, знаешь, опять же, привержен С той теории, как бывший проигрок, но не в КС, а в другую игру. Я скажу Так, что в принципе, когда ты играешь в какие-то крупные Турики, ты не тильтуешь Тебе тильтовать во время игры вообще Ни в коем случае нельзя. Ты опять же приходишь К этому со временем и Майнсет выстраиваешь на игру Прямо вот стопроцентно, что Ты не тильтуешь, ты борешься даже если это 15-0, ты камбэкаешь в любом случае То есть ты можешь камбэкать, ты должен это понять Что все В этой игре можно закамбэчить. Так что Вэллинс, я не думаю, что они загоняются Как-то сейчас Ну что же, выход на пистолетку От Некса есть первый минус по блокеру По поездам поработает, поездам есть также размин Неплохо, везде не дерутся. Игроки команды Ведига Это уже два минуса подряд От Виндига Гейминг. Молик на машину Ну и там уже два игрока. Это Отто И Хантер Ну и, конечно, Отто, ну попади Отто просто ничего не залетает Там еще и Хантер остается Безумным битом, но здесь должен быть буст Летний в плент, а это и смещение Под базу Б от команды Виндига, имея на руках Бомбу, имея на руках Очень огромное количество ХП по сравнению с соперником Команда Виндига в любом случае должна Здесь стараться переигрывать. Так, Виктор дает Франту и дает еще и хэдшот по Хантеру Вот опять же, Отто На длине не залетело Где-то у кого-то еще не залетело И в этом как раз таки следствие того А вот сейчас Виндига делают грубую ошибку А не вылетает под базу Б по одному И шипс, если бы сейчас погибло Это был бы уже один в один Клач раунд для летний Откуда пускать нельзя Надо просто выйти вдвоем и разменяться В любом случае Все, один проходит под бомб сайты И вот так вот бабл ставит точку В этом раунде Не скажу, что в противостоянии У Вальянс в любом случае шансы Но 13-3 И имея в своем активе Лишь какой-то условный фармган Команда Вальянс рискует Все это отдать Ну что Очередной врыв На длину от команды Виндига В предыдущем раунде на пистолетке Это увенчалось Для них успехом В этом раунде будем смотреть Но опять От Отто Будет хелпа Есть скаут Ну а на базе Пока принимает эсперанто С диглом как раз таки Да, вот если хэдшот первый не залетает То дальше уже законтролить дигл В такой дистанции Будет очень-очень тяжело Ну Некс находит минус по поезду А тот еще минус шартап По проходящему блокеру Кантеру еще одного закрывает Как же шикарно В этом раунде отыгрывает команда Ну вот где были раньше Не совсем понятно Под флешку Шипс Закрывает все-таки одного игрока Это Отто Но это 14-3 Ну я думаю В любом случае Виндигом могут все сыграть в ноль То есть забирая пистолет Потому что экономика Крайне нестабильна Вероятнее всего Мы увидим по 250 Чешки Или Тэки Что-то в этом роде Быстрый врыв на мидл Через верхнюю и нижнюю Тэшку Но вот с такой экономик Конечно же надо форсить Хотя у команды Может быть другие шансы есть Им так или иначе делать И в следующем раунде Эко Но если не поставят бомбу Я лишь Прости, если я правильно произнес твой ник Ты знаешь, куда написать Герман Грома ВКонтакте Там ссылочка есть Я эту самую карточку Номер тебе в личку скину Шучу Ну Читаемо на самом деле Во многом было Но опять же Пистолетка это все рандом Как по мне То есть Ты можешь пропереться Можешь нет В этом раунде Кто ждал, что Вэльянс выиграет раунд Я думаю Не многие То есть если ждали То не многие Большинство думали Что все это сейчас Сноубол плей Виндига закрывает 14 там 3 Там 2 раунда добирают Это изим Катка Так вот Виндига первую карту Затащил Да 16-9 на Инферно Какие же комментарии Гневные По поводу игры команды Вэльянс Ребята 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 Ладно Не мне вас учить Мы сразу же Длину в упоре Попытались занять Вэльянс Понимая, что Виндига могут Фастовать И кстати Обратите внимание Ничего не купили Кроме одной флешки Команда Ух ты там урона Сколько по гранат Граната залетела Одну флеш купили Но это как раз Будет налог Ну а здесь будет Вот этот молодой человек Принимать Некс Сейчас просто Плюс бабки Раз-два Раз-два Три Да Ну и четвертого Можно с пистолета Но нет Тут и эсперанто Помогает Но остается Последний Шипс Который выходит Через мидл Получает по себе Урон Ну и Уже вряд ли Отсюда куда-то уйдет Тринадцать пять Тринадцать пять Тринадцать пять И снова Такой вот Эко-раунд Но опять же Мы прекрасно Понимаем Что вэриенс Выиграет Пока что Пока что За счет того Что у меня Просто-напросто Нет девайсов А вот Со следующей раунды Кстати Может быть И плетку Даже мы увидим В паре С АВП Не факт Конечно Но Такой вариант Очень даже Возможен Опять же Лишь один П-250 И то у блокера Не единого Армора Ну вот Разменяться Как-то Выйти На мидл Быть может Попытается Игроки Команды Виндиго Но здесь Хантер По идее Не будет Прощать Не простит Команду Виндиго Если это Будет Массовый Выход Там еще Эсперанто На перекрестном Огне Будет играть 16-6 Я в зале Мистер Вочер Там Привет Передавай парням Пускай там Вэльянс Затащат Подойди К ним Скажи Е Из чата Тащите Пацаны Ну что же Врыв под Зигу От команды Визига Гейминг От эсперанто Есть первый минус Но опять же Там никаких шансов Не должно Команды Сдавать на захват На базу Ладно Бомба Ставится От бабла Да Есть бомба Все Задача минимум Выполнена От команды Виндиго На этот раунд Потратили они Получается Всего лишь 300 баксов На п250 Не более того Там денег Сейчас очень неплохо У каждого За 6500 Но только У блокера 6300 В рифму Можно не отвечать 13-6 Ну и вот Пожалуй Пожалуй Один из важнейших Раундов Сейчас для команды Ивола И Вэльянс И Виндиго То есть Закрывает 14 раунд Виндиго И у себя Практически Гарантирует победу А Вэльянс Забирает Раунд Там еще 2 Могут сверху Также закрывать Ой По летним Залетает Залетает Урон Кстати нет Скаута Никого мы с вами Не видим Довольно широко По карте Играет команда Виндиго Гейминг Сейчас Уже В упоре Меда Будет играть Бабл Смог На сити Ну и готовится Сплит Как раз таки На базу Б А там Лишь один Напорник Да ладно Это летний Ну да К нему Стянется Конечно же Эсперанто Вот Эсперанто Оставил Рыдовым Бабла Есть минус А это Врыв Под базу А Под базу Б Неплохо От летний Размен Но вот Сейчас Эсперанто Придет А почему Один Упикается Лол А зачем Пикать Одному Вот это Немножко Было непонятно А в смоке Кстати Некса Мог бы пройти Попробовать Дискориентировать Своего оппонента Но блокер Прикрывал В любом случае Выход с дверей Ну и хантер У хантера Игра Откровенно говоря Не очень хорошо Идет По сравнению А ну нет Хотя 17-12 А вот у летней До сих пор 6-15 5-17 У отто Ну и от шипза Есть минус Ой Видел еще одного Это отто А выход Это с темки будет И это хантер Ну хантера я не знаю Давай прям решай Потому что это твой выход Мужик Это твой сольный час Видит первого Минус по шипзу Хорошо работает Блокер Еще один раз Мин находит А блокер просто будет сидеть А дифуза есть Дифуза есть Йота находит минус Но это раунд Для команды Виндиго Гейминг Это 14-6 Слишком долго Из темки выходил Хантер Как же досадно Проиграть такой раунд Команде Вальянс Но здесь уже опять же Понятное дело До конца будут закупаться Кстати даже сейчас Выгодно проиграть Виндиго Раунд команде Вальянс Но опять же При этом сделать Хотя бы там Три минуса Чтобы просто сопернику Экономику Напрочь убить Потом закрыть 15-7 Или 15-8 И уже один раунд Там из 6-7 Забрать Я именно про этот рифф Мой говорил Поэтому Мог бы Мог бы не говорить Я в принципе Не обижаюсь на такие вещи Это глупо Наверное Но Бог с тобой Раз уже захотел Что же теперь поделать Эсперанто Как я пик Слушай Мне кажется Каждый узнал себя Сейчас в лице Эсперанто Ну что Поехали Смотреть уже За 21-м раундом Дорогие друзья В рамках карты Второй даст А здесь уже Шорт Будет проходить Точнее Зига проходить Будет на шорт А в упоре Играет товарищ Отто Отто погибает Остается пока что Один именопорник На самом пленту От Эсперанто Но здесь же еще Есть Некс Вот у Некс Тоже на самом деле Матч довольно неплохой Получается Как комбинатора Зовут Герман Герман Меня зовут Здравствуйте Еще раз Кем я не поздоровался Ну и Виндига Я думаю на самом деле Это фейк Потому что Бомб под Б У нас находится У команды Виндига Ну и Виктор Я думаю В любом случае Должен какой-то Еще шутки сделать Хантер погибает От летней размен Ну и под флешку Нужно выпустить Своего тиммейта Виндига Блокер Бабл и Некса Рыдовый 12 хп 1 в 3 Ну это 15 раунд Дорогие друзья Для команды Виндига Ого Ну это жестко Цега Белла Ценот камбэк Цегегэ Да уж Да уж О боже Некса Ну нет Ну это уже прям Конкретно говорит о том Что команда Вэльянс Вообще не чувствует Себя на своей Стопроцентной Кондиции Хороший минус Есть Но опять же Это ничего Толком Не решает 15-6 Целых 9 Матчпоинтов Уже не мап Матчпоинтов Команды Виндига Гейминг Понятное дело Что Заков Будет до конца Гейминг В исполнении Вэльянс У них шансов Точнее Не то чтобы шансов А вариантов Других нету Ну и скорее всего Такой же раунд Отыграют Либо уже С заходом Под базу Команда Виндига Гейминг А здесь Эсперантов Упорен Шарте Играет Вместе с Нексом Понимая Что нужно Стараться Играть Вразмен Так Это неплохо Блокер Ай Блокер Лишь игрок На базе Б Это Хантер Ну и Бабл Будет Первый Пик И так Сверху Информации Бабл Ставит Многоточие В этом Противостоянии И летние Спасибо большое Межган И летние Уже здесь В принципе Ничего Не решит В этом раунде Это 16-6 Команда Виндига Гейминг В пух И в прах Стирает Команду Вэльянс Явных фаворитов Напомню Дорогие друзья Прям явных Фаворитов В этом матче Ну и Сейчас По классике Жанру Давай Красивейший Комбэк Красивейшая История Золушки В плане Комбэк Ну и Там На нож Пойдет Закрывать Шипс Своего Последнего Соперника Это был Действительно Славный Матч Для Команды Виндига Но это Прямо Это как раз Таки Вот этот Раунд Дорогие Друзья Отображает Все Происходящее В этом Матче Именно Так Легко Команда Виндига Обыграет Команда Вэльянс Дорогие Друзья Мы с вами Далеко Не расходимся На этом Канале Будет Еще Одно Б3 В моем Исполнении Поэтому Небольшая Музыкальная Пауза И После Которой Мы К вам Снова Вернемся Для вас Сегодня Работа Я Герман Громов Не Скучайте Через Несколько Минут Или Десять Минут Я думаю Мы Вернемся